Привет всем! Снова с вами Сахалинец. У нас сегодня 1 июня, начало лета, с чем я вас и поздравляю. Мы с Игорем сегодня решили сгонять на небольшое наше любимое озерцо для того, чтобы поискать и половить окушко. Окушко, господи, что я несу? Окушко! Вот, ну для этого я взял с собой комплект ультравайтовый и тем более есть один полочек, секундочку. А вот, решил проверить новинку от Айм Компани, новый шнур, восьмижильный, под названием Сейв. А что и как у нас сегодня было, смотрите в этом видео. Поехали! Пожалуй, начну где-то отсюда. Кстати, вот на этом месте мы с друзьями располагались с палатками, с ночевкой. Очень классно, озеро красивое, отличный отдых, если главное, чтобы люди не засирали. И вот такое вот местечко. То есть спуск, а там глубинка, здесь мельчок, должно сработать. Ну и первое, наверное, что я поставлю, точнее на что я ловить буду, это, ну, огрузка полтора грамма и виброхвост Аваруна от всем известным Пандон-21. В принципе, это самый маленький из Аваруна. Хороший виброхвостик. Посмотрим, насколько он понравится окушку. Утре прям вот замечательное максимально, блин. Тепло, осадков нету. Кстати, вот здесь на берегу, точнее в берегу, я не знаю, то стрижили ласточки, сделали гнезда, поэтому они над водой рассекают. Корма им здесь предостаточно. Комаров и мошкары дохрена, то что первым делом, что мы сделали с Игорем, когда приехали, это напшикались и намазались всякими кремами, чтобы просто-напросто заживо не быть съеденными. Игры хищника я пока не вижу. Ну, может, еще не проснулся. Кстати, сейчас видел на проводке, как за приманкой следует окушок. Но окушок еще миленький-миленький был. Опа! Сел первый. Первый за сегодня окунь. О, ребяточки, знаете, я бы сказал, что окунь-то хорош. О, какой красавчик, смотрите. Полосатый. Ну, покажи, покажи свой гребень. Доброе утро. Сейчас наблюдаю за этими стрижами или ласточками, я не знаю, наверное, маленькие это стрижики. Вот, и поражаюсь, как они вот так кучно летают и вдруг друг друга не тетериваются. Как они тут ДТП или что тут? Врезание не происходит. Более того, ок-то, блин. Ага, вижу окунь. Блин, пока трещу, вижу, что окунь вышел. Но проводка неправильно делал, поэтому опять не последовало. Вот, более того, у меня здесь ведь постоянно шнур натянут. Тонкий шнур, причем. Еще ни одна вот эта вот пернатая бестия в него не врезалась. Даже надо, как они тонко все чувствуют, а. Прикольно. Ух, вот это с ударчиком. Вот это взял красавец. Очень приятно. Ну и опять-таки. Ай-ай-ай-ай. Подожди, 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 ты еще в кадр не попал. Вот такой вот. Ха-ха, супер. Да, давно я уже не чувствовал нормальных таких поклевочек, как ушка. А здесь, знаете, как такой маленький молоточек. Так, дук. Единственный минус, что долго приходится ждать, пока такое легко грязило упадет на дно. Потому что глубина, еще раз говорю, нормальная. Кстати, вон играет что-то. И пока полтора грамма достигнет самого дна, приходится немножко перекурить. Ох, есть. И опять-таки, знаете, вот прям нападение я почувствовал, как... Как совершился ударчик. Вот. Нормальный пышок. Ну, что-то в поклевке сошли совсем на нет. Поэтому, думаю, не стоит тратить понапрасну хорошее утреннее время. И пойдем искать более активного хищника. Как говорится, спиннингиста ноги кормят. Пойдемте дальше. Мы же только начали. Не стоит, наверное, упираться в одну точку слишком долгое время. Все вот это дело, могу предположить, конечно. Сейчас вылет мошки. Возможно, что бель собралась, чтобы жрать ее. А вот ее уже подавливает окунь. О, как до него добраться? Что ему предложить, чтобы он сожрал? Я, честно говоря, не знаю. Поставил сейчас стик от Смита. Раз, все же. Пробовал поппер уже тут резину не огруженную. Точнее, огруженную слабо. Ни хрена она не жрет. В смысле рыба. Смотрите, вот. А может, действительно, это все бель. И я заря тут провожу время. Вот этот заброс 1 граммовой чебурашки с небольшой силиконкой. Я, честно говоря, не знаю по метражу. Но думаю, что вылет лески просто шикарен. 1 грамм. Есть. О, хороший. Вот это что-то взяло такое солидненькое. Хоть бы не сошел только. И причем взял где-то так вот в пол воды. Ой-ой-ой. Это тоже, можно сказать, трофейный экземпляр. Это что такое? Это окунь. Ребята, вот это окуни еще. Окуняры, за ним еще один идет. Вот это горбачила. Как бы принять его и не потерять-то, а? Бляха, бляха, бляха. Стой, парень, стой, стой, стой. Вот это. О, есть. О, бляха, муха. Не дрит твою, растудыть. Вот это горбач. Офигеть. Супер, супер. А взял этот Красавелла вот такую незрачную, маленькую. Я не знаю, червяк, получервяк от Отжас. В цвете машинное масло. И что, блин, ставил? Думаю, господи, блин. Ну, не люблю ее машинку вообще. Ну, не мой цвет, знаете. Не верю я в него и так далее. А те, смотрите, как выстрелил-то, а? И самое интересное, то, что за ним еще один шел. Я не знаю, по размеру такой же или не такой же. Но то, что был Акушамбара, то на этом озере таких горбачей я не встречал. Так что, разлавливание сейфа. В смысле, плетенки. Опа. Был ударчик. Смотрите, как. Главное подобрать приманку, наверное, да? Потому что сколько я здесь всего не полоскал. Ничего не было. Ну, так, выходить там какие-то всякие пиздецы. А тут такое Акунямбра. Ох, не зря я вставал два утра, чтобы приехать на это озеро. Ох, не зря. Вот многие говорят, что вот везет Яку там, да? Кому там, где рыбы много крупной ловится. Типа, вот классная рыбалка. Да нет, ребят, наверное, не везет. Потому что они к этому привыкли. Для них это обыденность. А вот для нас, когда такой трофей вваливается, так, блин, кипятком селяшки обоссал от радости. Супер. Вот это денек. Первый день лета, напомню, сегодня. Тепло. Птички поют. Никого практически на озере нету, кроме вот там. Машинка одна проехала. Ну, плюс еще Игорь, с которой мы сюда прибыли. Зашибись. Опа, есть. Еще один нападение, тоже весьма неплохой. Вполне возможно, тот, который шел за предыдущим. Ну, нет. Конечно, по размеру он сильно уступает. Ну, и ладно. Мы не зажравшийся. Нам и такой по кайфу. Ну, давайте, наверное, немножко по снасти, который я сегодня пользуюсь, да? Сегодня я взял Аврору от Zemex до 7 граммов, потому что она более жесткая и позволяет забраться подальше. И как-то вот на микрожиг мне вообще очень нравится ловить. Вот, потому что с лоросами Трау Татри я часто ловлю. Надо хоть и другие спиннинги выгуливать, так сказать. Катушка та же самая, и новость Тиндер Ультралайт. Я уже даже и не парюсь, чтобы приобретать что-то новенькое. Просто докупаю дополнительные шпули. Ну, и шнурочек на нее наматан. Вот такой вот красивый, разноцветный. Это новинка от IME COMPANY. Называется Number One Safe. Что самое интересное, это восьмижилка. Первая восьмижилка в линейке данного производителя. Первый раз я с ней на рыбалке. Показывает она пока себе замечательно. Ну что, скользкая. В принципе, мне трудно ее оценивать полноценно, потому как до этого восьмижилками я никогда не ловил. Да, и конечно же, обязательно флюровая вставка. Это Starline, если не ошибаюсь, где-то 0,21 или 0,23 приблизительно. Вот. Потому как, насколько я знаю, восьмижилки, они плохо дружат с абразивом. И поэтому, чтобы не было обрывов случайных там, я оставляю где-то, ну, сантиметров 70, может, метр, именно флюрокарбона. Пока нравится. Сами видите, заброс 1-граммовой чебурахи происходит достаточно далеко. Ну, а то, что леска крепкая, вы могли убедиться при вываживании того горбачеллы. Ну, есть. И еще один экземплярчик. Вот такой от красавица. Вот самое опасное в подобных случаях, это зависнуть на одной точке. Вроде бы рыба поклевывает, да, но с другой стороны, ну, хрен знает нам, блин. Горбачелл-то я точно просто под нос попал случайно, скорее всего. Ну, что, продолжать здесь ловить, вымучивать? Или сдриснуть на другую точку? Наверное, давайте еще сделаю нескольких проводок. Если ничего не будет, то поменяем место дислокации. Все, последний заброс и идем дальше. Реально, что-то я здесь подзавис. Ну, и завершающий. Все, ну, вот после этого я точно ухожу. Сейчас слово. Просто мне показалось, что там было какой-то тук нападения. Все, нафиг валим отсюда. А то здесь можно торчать до морковкиного загивания. Будем искать новые места, новую рыбу. Хотел бы вы пройти это место, потому что здесь только что был Игорь. Но увидел всплеск. Вон они, всплески, видите, да? То есть, теоретически, здесь может быть что-то, что подошло. Или, не знаю, может, не понравилась рыбе его приманка. Давайте попробуем на всякий случай. Заодно сменил не только место, но и приманку. Поставил рейн с виброхвостик маленький, 4-сантиметровый. Выловил я такие. Все равно такие стада... О, хорошенькие. Такие стада белой рыбы кто-нибудь допасет. И вот один из пастухов. Вчера на работе рассматривал силикон джигит от Дмитрия Шабалина. На который есть всякие советы. И один из советов угласил о том, что не стоит долго задерживаться на точке. То есть, первые забросы, они самые результативные. Если поклевок нету, мол, ищите рыбу дальше. Ну, конечно, это спортсмен с большим именем, с огромным опытом. Ну, а иногда, как мы видим, надо задержаться, помучить точку. Если уверены, что рыба там есть, конечно. Вот, ну, опять этот косяк движется, беляшки. Все попробую кинуть в него и опустить на дно. Потому что, как правило, хищник держится под стаей свою жертву. Насколько я знаю. Не проходите мимо. Вот так вот. И пускай тонет. Вот они здесь крутятся. Потому что, я не знаю, здесь как видно, без подарков не видно. Ага, блин. Не успел с подсечкой. Нет, успел или не успел. Нет, не успел. А здесь находится травка. Вон там находится травка. А посередине где-то прогальчик. Вот, в эту прогалку кидаю. Опа, есть. Ну, о чем я и говорил. То есть, ходит окушок по сейимости по дну, под вот этой вот стайкой. И совершает туда вверх набеги. Выпал, сожрал, спустился обратно. А тут наша силикошка тренется. Провозочка медленная. Потихонечку подергиваем. Жрачки и окон здесь дофига. Поэтому надо как-то выделить свою приманку среди общего стада. Вот, типа, о, блин, вот я самая больная. Я умираю, еще все при смерти. Пишу завещание. Ух ты. Смотрите. Ох. Поклевка была. И, блин, сход. Вот почему сход, я не знаю. Что-то хорошенькое было. Ай, что-то было хорошенькое. Но запомним место. Говорят, что память как у рыбки. Может быть, вернувшись через минут 10, 15, 20. Она еще раз хапнет. Сделаю вид, что я самый умный. Вот здесь что-то играет. Поставил вообще формат на все-таки без грузки. Потому как, ну, как бы вообще. О. Вот так. Дурь, конечно, хотя хренусь. Вдруг, ну, дурака сработает. Хи-хи-ха-ха. Вот там десяток вот таких вот такуней за ним. Ну, скорее всего, они его используют в качестве друга, может быть. А не как пища. Опа. Поклевочки были. Если честно, я не был готов к этому. Не, ну, теоретически, ты это можешь поймать, правильно? Ну, неогруженную резину же ладят. О, ребята, вот он, косяк этой рыбы. Наверное, вот такие вот. Я не знаю, кто это за сорожники. О, клеечки. Ну, таких вот на поплавочку половить, наверное, вообще в кайфули. Надеюсь, то, что видно. Надюшка говорит, Вадя, походи без бейсболки. Пускай выяснено позагорит. А тот говорит, по лету все время ходишь с белой башкой. Вот. Попробую позагорать, но. Тут мошкары столько, что они едят прям сразу в мозг. Поэтому буду использовать вот такую вот штуку. Называется эритамид. Мне помогает уже несколько лет. Я пробовал, но пока еще альтернативу не нашел. Он и от мошки, и от комара, и от клеча, как написано. Вот. Единственное, что не рекомендую его пшикать на какие-то пластиковые вещи. Например, на то же самое... Блин, как он называется? Сейчас, секунду. Вонючая какая нажористая штука. Например, очки. На них лучше не прескать, потому как разъезд нафиг дужки. Лично у меня так и произошло. Но, с другой стороны, на какое-то время, на пару часиков, можно даже походить без бейсболки. Ну, проверим мою теорию. Вот мы увидим, что подошла миляха. Миляха. Закидываем и... Тащим ниже... Ух ты, блин. Тащим ниже. То есть, под стаей. Опа, есть! Смотрите-ка, сработало. Сошел. Ну, это же вторичное. Главное то, что поклевки я добился. Кстати, вернулся опять к овороне. Ну, нормальные крутые рыбаки ловят под белью щуку до судака. А мы окуни. Все равно веселая рыбалка. Есть. Есть, есть, есть. Сходи сюда. А, ты мой хороший. Патчик. Эй, мазафака. Вот он такой вот полосатый, чистый красавец. Так, спускаемся в царстве муравьев. Поэтому действовать здесь надо быстро. Ой, блядь, 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 блядь. Так, ладно. Мы на берегу. Здесь муравьев реально до хрена. Поэтому прибежал, попробовал половить и убежал. Мне нафиг. Я не знаю, как они это делают, но пару секунд и все, уже по мне ползают эти маленькие мрази. Нафиг, 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 нафиг. Ну, что ж, друзья мои. Решила завершить рыбалку там же, где ее и начинал. Возле ласточного берега, скажем так. Вот как бывает. Иногда приезжаешь на знакомое место, да, где клюет и так далее. И думаешь, блин, вот точно сегодня без рыбы я не уеду. А уезжаешь с баранкой, не увидев ни одной поклевки. А бывает, как сегодня. Ехал без особой надежды. Просто на рыбалку отдохнуть, потястить шнур. Кстати, шнур мне понравился и в будущем, скорее всего, сниму отдельный обзор с колес. Вот. И по итогу получил обалденную рыбалку с поинкой трофея. Вот ты, вот он. Иди сюда. Ну, прелесть же, ребят, прелесть. Оп. Ну, сам выберешься. Ай-яй-яй. И слазь-то неохота. Так. Секундочку. Придется играть в чипы Дейла, который идет на помощь. Потому как задумка была следующая. Показать вот этого парня. Отпустить его. С наилучшими пожеланиями. Кстати, водичка уже более-менее теплая. И, наверное, попрощаться с вами. Разрешите на этом откланяться. С вами был Сахалинец. Пока-пока.